Казахстанские бизнесмены готовятся к конкуренции в рамках ВТО. Уже в декабре, когда будут соблюдены все формальности и наша страна станет полноправным членом Всемирной торговой организации, границы для импортного товара будут открыты и они грозят заполонить прилавки магазинов. На что готовы пойти казахстанские предприниматели, чтобы сохранить лояльность покупателей, выяснил Иван Тулинов. Небольшое производство умещается на двух сотнях квадратных метров. Здесь делают матрасы. Несколько движений и проволока превратится в прочную пружину, которая станет основой изделия для сна. Здесь решили особо не экспериментировать и производить только то, что пользуется большим спросом. Ортопедические и анатомические виды матрасов. Бизнесвумен Калимаш Кабалаш-ПЗ увеличение импорта после окончательного вступления страны в ВТО не опасается. Ее предприятие работает с 2005 года и прощаться с бизнесом, не выдержав конкуренции, она не намерена. Мы не боимся. Мы можем конкурировать. Дело в том, что я же вам говорю, что у нас в два раза дешевле. Почему постоянно мы должны покупать из-за рубеж? Почему мы сами не можем делать? Мы же тоже умеем это все. Почти весь материал для изготовления матрасов приходит из-за рубежа. Директор уверена по качеству. Готовая продукция не уступает российским аналогам, а по цене в два раза дешевле. По желанию покупателя здесь готовы менять наполнитель, вид пружин и делать матрасы любых размеров. Качество, цена, ориентированность на клиента и реакция на любые изменения рынка – пожалуй, то самое отличие, которое позволит выжить в жестких конкурентных условиях. Иван Тулинов, Берег Октан, 24КЗ, Астана.